всем привет сегодня мы будем готовить тушенку из свинины у меня здесь лопатка кусочки сала я даже шкурку вот не стал обрезать будет вкусненько кусочки режем небольшие принципе на свое усмотрение можете покрупнее может помельче мясо уже посолена из расчета 12 грамм соли на 1 килограмм мяса теперь заполняем банки специями а у нас они будут очень просты это три горошина черного перца маленькие кусочки лаврушки примерно такие банки пол литровая по чуть-чуть чтобы слишком лаврушка не пахло дело остается за малым разложить мясо и закатать крышками приступим к раскладке мяса мясо плотно укладываем в банки оставляем до конца банки то есть до верха примерно один сантиметр чтобы было куда ему расширяться в случае необходимости 6 банок мне получилось по 05 и еще осталось немного мяса жиром я добавил на рис и налив воды будет рисовая кашка делаю тушенку в первый раз это будет эксперимент что получится не знаю банки я не стерилизовал в этом нет необходимости так как они у нас будут вариться потом при температуре 120 градусов единственное нужно разогреть крышки я их довожу до кипения чтобы у них размягчилась уплотнительная резинка и сейчас начну закатывать крышки у меня уже закипели закатанные банки отправляем в автоклав у меня вот такой белорусский без термометра только манометр есть откручиваем снимаем крышку ржавчины конечно будет с первого раза дофигища он не прокрашен внутри он кстати новый я думаю будет стоять еще и вонь когда он будет обгорать на газу ладно устанавливаем банки надеюсь все получится если не получится будем выяснять не были допущены ошибки конечно не выгодно гонять такую махину на 7 банок все банки установлены заливаю холодной водой воду наливаем до рисок которые есть внутри если видите вот здесь где-то сантиметров 10 до горловины и не закрываем конструкция очень простая здесь под болт есть специальное отверстие в крышке куда он скручивается затягиваем теперь нужно будет набрать начальное давление накачиваем до 0,2 мегапаскаля а затем сбрасываем до 0,1 и в таком состоянии отправляем на плиту у меня обычный автомобильный насос который я подключил к аккумулятору набрали 0,2 мегапаскаля в таком состоянии я оставлю бачок постоять чтобы посмотреть не падает ли давление и нет не проходит ли воздух ждем прошло 15 минут давление держится нормально я установил баллон на плиту и оставляю его нагреваться включил на максимальную мощность газ нам нужно добиться давление 0,3 мегапаскаль вот здесь примерно это будет температура примерно 120 градусов после чего мы оставляем выдерживаем температуру 30-40 минут это необходимо для мяса и выключаем ребята косяк прежде чем поставить на плиту нужно спустить давление до 0,1 давайте это сделаем пока нагрева у нас нет это можно сделать просто ногтем вот так в таком состоянии доводим до давления 0,39 мегапаскаль прошло 32 минуты прошло 46 минут прошел 1 час 18 минут маленькое замечание посмотрите внимательно на стрелку смотрите периодически когда проверяете давление стучите по манометру и стрелка подвинется видите скакануло немного мне кажется это важно прошло 2 часа и похоже наступила большая жесткая ситуация у меня заканчивается газ нужно срочно ехать заполнять баллон или вся тушенка на смарку добро пожаловать на заправку сколько у нас здесь литров 24 литра значит зальем 21 21 литр 484 рубля такой у нас газ в московской области я вернулся баллон полный сейчас закрутим похоже тушенка никак не хочет у меня варить возникла следующая проблема шланг вот здесь пропускает походу опять шланг нужно менять уже второй блин чё делать на какую на резину и что ли менять потому что эти железные мы никуда не годятся волшебный скотч он на это и есть волшебный скотч во всем помогает замотал ничего не пропускает не шипит вроде бы ну да все хорошо супер я уже потерял счет времени газ поджог продолжаем варить хотел он засечь сколько времени уходит на разогрев этого бака 24 литра но в связи с тем что пришлось менять баллон ездить за газом и так далее короче я все это проморгал но не столь важно итак необходимое давление достигнуто я сейчас убавляю газ на минимум и тщательно слежу за давлением будут будет она у меня гулять с 0.39 до 0.4 в течение 35 минут и так прошло 35 минут все это время я выдерживал давление 0.39 на этом на сегодня приготовление будет закончена автоклав будет остывать и откроем мы его только тогда когда давление на манометры покажет наше начальное установленное в самом начале приготовления 0 1 мегапаскаль оставать он будет наверное часов 12 не меньше так что до завтра всем привет наступил следующий день давлению упала до того который мы накачивали изначально чтобы измерить температуру жидкости внутри я прилепил вот такой градусник 35 и 8 пишет в принципе при такой температуре и открывают его 30-40 градусов и что-то мне сейчас страшнее чем вчера когда кончился газ снимаю с плиты и сейчас начнем открывать для начала спускаем остаточное давление с помощью вот этого велосипедного ниппеля откручиваем и аккуратненько по чуть-чуть спускаем чтобы у нас крышки не слетели с банок а и и и и и и и и все давление спустили сейчас видео съемку прекращу потому что одной рукой я не открою слегка крутанул он откручивается сюрприз сейчас будет легко открылась это я смотрел на видео некоторых эти бачки не открываются приходится и так что у нас там ну походу жир какой-то плавает если не ошибаюсь давайте вынимать банки или это ржавчина смотрите смотрите целая 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 рисовая каша мне попалась тоже целая воды внутри не налилось значит все хорошо ну слушайте я в восторге от результата все целое в банке воды не налилось и все я не дождался остывания банок и открыл уже очень сильное желание попробовать все что я натворил видно жир не застыл еще давайте попробуем кусочек мяса ну что я могу сказать вкусная свиная тушенка давайте попробуем жир со шкуркой как себя шкурка ведет шкурка мягкая даже не чувствуется класс и каша конечно туда не мешало бы добавить еще морковки с лучком ну ладно я в следующий раз в этот раз я все равно пробовал здесь у меня просто осталось мясо чуть-чуть каша зачетная да мясо нужно меньше класть а тут не каша с мясом а мясо с кашей вообще супер всем спасибо за просмотр скоро будем делать рыбу и говядину пока ой сколько ржавчины из этого автоклава жесть и такая шнянка будет каждый раз после автоклавирования ну да ладно на качество продукта это не влияет и 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